Субтитры создавал DimaTorzok Было нарушено некое равновесие, печаль как раз показывает, ну это некий маркер того, что мы нуждаемся в каком-то самоисправлении Если Леон Златоу считал, что вместо того, чтобы люди оценивали этот сигнал, который нам дан для того, чтобы мы что-то меняли в своей жизни И, соответственно, начали что-то менять, люди затеряют внимание на самом сигнале Ну и, соответственно, сейчас очень модно воспринимать сигнал депрессии и начать лечиться от самого сигнала Вместо того, чтобы сделать его своим учителем Но то, что люди бросают зависимость и испытывают уныние, это, в принципе, естественно У меня был один знакомый православный монах, который до того, как стал православным человеком Ну где-то был в криминале, в буддизме, в том числе в жестком алкоголизме И он рассказывал, что когда он бросил пить, различать цвета он начал только через полгода То есть первые полгода у него было все черным Вкус чая он почувствовал еще через полгода То есть через год к нему вернулись ощущения И он как раз говорил, что если бы я узнал, что есть все-таки какая-то фармподдержка Может быть, мои страдания были бы меньше Я не являюсь фанатом значения фарматерапии при каждом случае Но вот в случае зависимости, когда человек жестко что-то употреблял Сейчас выходит в какую-то ремиссию Все-таки какая-то фармподдержка, она, ну если необходимо, то она все-таки нужна Ну она возможна Ну и также уныние все-таки показывает, что человеку в жизни что-то не хватает Я писал работу «Тирания мысли» Что можно предложить, что толкает человека к алкоголю как-то вот так И как раз речь идет о том, что необходимо не только выйти из зависимости Но и повышать, как бы, ну свой духовно-культурный уровень Выправлять те кривизны, которые человеку привлек к зависимости Просто если он их не выпрямит, то он так и останется Ощущая себя вот неким ущербным человеком Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!